Всем привет, с вами Игорь. И сегодня хочу рассказать о своей солнечной электростанции без инвертора, АКБ. У меня, кстати, кто первый раз смотрит, есть плейлист на моем канале. Там так он и называется. Солнечная электростанция без инвертора и АКБ. Как я сейчас, в данный момент использую солнечные панели, пока у меня нет инвертора. Потому что, думаю, этот случай актуальный. Не все мы можем купить сразу все. Солнечные панели, инвертор, АКБ и так далее. Все это оборудование. Поэтому я вот сначала купил панели. Один раз 4 киловатта. Вот еще докупил 4 киловатта. 8 киловатт мне теперь хватит. Даже зимой, я думаю, на все мои нужды должно хватить. Я так думаю. Вот. Теперь я уже буду собирать на инвертор. Но панели у меня при этом не простаиваются. они работают нормально. Все на нагрев, на активные нагрузки, постоянка. Все работает. Как я это реализовал? Вот. 14 панелей. Это 4 киловатта. По панели метр на метр шестьдесят. Если их взять, соединить по семь штук, у нас выйдет ну, семь последовательно, плюс семь последовательно, и потом эти два поля запараллелить. То есть плюс с плюсом, с минус с минусом. У нас выйдет холостой ход примерно 240-250 вольт. Это для панели метр на метр шестьдесят. Вот. А это напряжение уже как бы подходит нам под все практически там потребители активные, да, ну, такие бытовые. То есть там, ну, там правда переменка 220, но для ТЭНу, как вы знаете, все равно там постоянка или переменка. Даже на постоянке и при том же напряжении ТЭН обычный лучше греет из-за так называемой плотности тока. Вот это мы уже обговаривали в видео «Битва токов». Там я это сравниваю, такой эксперимент делаю. Вот. Смотрите, если кому-то интересно. Да. И вот таким образом можно добиться вот семь штук. Вот именно семь штук. Вот шесть уже будет как бы маловато, восемь это уже будет чересчур. А вот семь штук панелей метр на метр и шестьдесят как раз получается такое оптимальное напряжение. 240-250 холостой ход, при нагрузке там он проседает немного и как раз получается то, что надо. Вот. Потом дальше напрямую вот мы получили 220, ну, в среднем пускай, да, при нагрузке, 220 с панелей. Напрямую их на нагрузку там ТЭН, обогреватель, бойлер, электроплитка. Вот это вот я все использую. У меня там, смотрите, там много вариантов, куда использовать можно напрямую по стоянку 220. Довольно много. Вот. Тем более, что вот это, вот эти все варианты, они как раз покрывают максимум наших платежек. То есть они потребляют, вот эти потребители, которые потребляют именно активные нагрузки, они больше всего бьют по карману. Это бойлер, электроплитка, там, ну, телевизор, компьютер, это ерунда и холодильник по сравнению с этим. Да. Вот. Вот если так вот подключить, мы получим такое вот напряжение. Но напрямую его использовать нельзя, потому что солнце у нас постоянно не одинаково светит. То есть мощность не одинаковая, которая выдается панелями. Это может быть зима, пасмурно, например, там очень маленькая мощность или там дождь идет или еще какие-то тучки. Все. Поэтому должен быть какой-то простенький регулятор, который будет согласовывать выдаваемую мощность панелей с нагрузкой, потреблением. Согласовывать. И поддерживать напряжение в какой-то более-менее оптимальной точке. Вот. Ну, для панелей, это примерно, моих панелей, это там 31 вольт на одной панели. Можно пересчитать на 7 штук, сколько это будет. Но я заметил, что даже там при большой просадке вниз напряжение, ну, там плюс-минус даже где-то вольт 50-60, ничего плохого не происходит и потери минимальные. Потому что, как бы у нас получается, если больше напряжение, меньше ток там, если у нас превысило, а если ниже напряжение, то там больше ток, потому что включилась следующая ступенька. Вот. Поэтому потери там минимальные, я же говорю, оно как бы система саморегулирующая. Как я это организовал вот на своем, в своей солнечной электростанции. Для этого нужно всего-навсего две вот таких вот детальки. Ну, и плюс питание к ним. Питается вот это и это 12 вольтами. Так что обычный блок питания на 12 вольт, оно все это запитает. Тянет оно копейки, ее можно запитать даже от сети. Вот. Вот это называется реле регулятора, не реле, а регулятор заряда АКБ. Оно есть на Алиэкспресс, продается, там стоит что-то около больше сотни гривен. Вот. Оно недорогое. Вот. Выставляем тут у нас две кнопки, выставляем верхний порог включения, порог выключения, нижний, и табло тут у нас до 99,9 вольт. Так что напряжение я беру с одной панели. с одной панели, вот это вот именно напряжение управления с одной панели. Со всех не получится, потому что тут ограничение по напряжению. Дальше, вот это реле, вот это вот реле, оно срабатывает при определенном напряжении и включает, открывает вот это твердотельное реле. Твердотельное, вот такое вот поближе покажу сейчас. Твердотельное реле, у него одна сторона это управление, это вверх получается. Ага, нижняя, нижняя сторона вот эти вот два болтика, это управляющее напряжение от 5 до 32 вольт, ну как раз 12 вольт сюда подходит. Верхняя сторона вот эти, видите, даже больше болтики такие, это силовая сторона, это у нас разрыв одного из проводов по стоянке, плюс или минус, я уже не помню, какой там надо подключать, ну по-моему любой, а может и не любой. Вот, и все это будет у вас работать, вот только всего на все вот эти вот две детальки, две детальки, это надо для вот этого вот. Сейчас пойдем мы посмотрим, как оно работает наяву. Итак, вот мы на месте, возле контроллера моего самодельного солнечной электростанции, и сейчас мы видим, включено у нас раз, два, три, ну вот индикатор, светлодиодик светится, на трех регуляторах включена нагрузка, и тут тоже исполнительные реле, тоже мы видим на трех, но я советую делать где-то пять, или даже шесть ступенек, для более корректной работы, меньше будет вот этих клацаний, всяких переходных, когда вот этот недостаток этой системы, что оно клацает, когда еще нет той мощности, чтобы держать напряжение, и между как бы этими двумя порогами, оно туда-сюда, то включается, выключается, включается, выключается, ну оно у меня уже так год клацает как бы на переходных таких вот моментах, и ничего страшного не случилось, все работает, вот так что ничего страшного. Еще у меня есть вот это вот, первое, это как бы у меня получается пять ступенек на самом деле, не четыре, сейчас, вот первое у меня включено постоянно напрямую, это примерно 250-300 ватт, для 4-х киловаттного массива это нормально, вот, и она никогда не выключается, и эта нагрузка идет на бойлер, то есть у меня всегда греется бойлер в бойлере вода, этого достаточно, оказывается 250-300 ватт в любую погоду, даже зимой, чтобы, ну зимой, правда, такой мощности не хватает, потому что короткий день, а где-то с февраля, то вполне, поэтому надо еще и первую ступень, две ступеньки на бойлер пускать, как это работает, вот, первая ступенька, как вы уже поняли, подключена постоянно, она не выключается, она напрямую к панелям подключена, потом, при достижении, ну, если нормально солнце светит, там его достаточно, поднимается напряжение, до выставленного, вот здесь вот порога, вот этими двумя кнопочками, можно выставлять любое напряжение, до 99 вольт, и включается первая ступенька, если еще больше солнца, то есть солнечный день, солнце поднимается с утра, и больше вырабатывает, достигает еще большего напряжения, включается вторая ступенька, потом третья, четвертая и пятая, так, и так далее, вот так вот получается, работает, да, вот, разница у меня примерно 1 вольта, то есть, например, 30, там, я уже не помню, 32 вольта, это 33, 34, включение 35, а выключение, там, по-моему, 28 или 29, ну, уже точно, я не помню, какое там выключение, вот, так вот оно работает, да, работает нормально, вот плюсы, этой системы, ну, минусы, я уже сказал, что вот это вот, клацанье, и еще минус то, что довольно широкий диапазон включения и выключения я настроил, ну, чтобы меньше клацать, вот сейчас, например, ну, сейчас еще нормально, 212 вольт, выделяется у меня сейчас мощность 1700, 1750 ватт, вот, сейчас еще нормально напряжение, ну, бывает, падает напряжение даже до 160 вольт, или может подниматься до 230 даже, вот, но, я как уже сказал, это в принципе и не страшно, потому что, если больше напряжение, меньше ступенек включено, значит, больше ток идет, вот, и мощность та же самая, если меньше напряжение, вот, и больше, а наоборот, если больше напряжения, меньше ступенек включено, вот, если включилась следующая ступенька, и просела напряжение, например, до 160, то больше ток идет, потому что больше включено нагрузки, а в сумме получается примерно то же самое, ну там плюс-минус какие-то потери конечно есть, ну что точка максимальной мощности она как бы ее надо соблюдать, но там небольшие потери незначительные, у меня в таблицу я вкладываюсь своим регулятором мощности, вот, то что ну должна вырабатывать 4-х киловаттная, там есть такие таблицы, может я их смотрю постоянно, сравниваю выработку своей солнечной электростанции, у меня даже иногда даже и больше мне пишут в комментариях вырабатывает, потому что у меня нет потери на преобразование, на инвертор, ничего там он не обрезает, у меня все идет, так сказать, в нагрузку, в этом плюс, вот, еще плюс, что эта система мне понятна, вот это может кому-то не понятно, но мне вот это вот очень важно, что система мне понятна, я ее могу перенастроить на любое напряжение, переделать, поднастроить, поремонтировать, ну что тут ремонтировать, тут просто если реле какое-то вышло из строя, или это, или это, кстати, то что я показывал, одно у меня от этого реле вышло из строя, вот, твердотельно именно, вот это не, не поломалось, те, что я показывал там, то вся система остается рабочеспособная, просто одно какая-то ветка, одна ступенька не работает, и все, все остальное работает, вот это мне тоже нравится, что она вот такая вот универсальная, и чтобы все поломалось, ну, сразу и перестало все работать, это практически нереально, так вот сделать, чтобы вот это все перестало работать, вот это тоже плюс, я считаю, простота, надежность, ну, клацает, клацает, и довольно широкий диапазон напряжения, как бы прыгает тут где-то 150-160 вольт, я жду 230, хотя можно этот аппозон уменьшить, но тогда больше будет клацать, и можно поставить больше этих ступенек, например, 6, 7, 8, 10, вот, тогда вообще оно будет очень плавно работать, можно будет снизить этот, уменьшить этот диапазон, меньше будет клацать, и работать будет вообще прекрасно, я думаю, даже утрет нос любому ПВЭ или МППТ, по максимальной выработке за месяц, например, ну, что, как я уже сказал, тут потерь практически никаких нет, тут все идет в пользу, все идет в нагрузку. Вот, ну, и стоит она тоже такая система недорого, это сами вот эти вот релюшки, я покупал, правда, это украинские, есть такие же самые на Алиэкспресс, вот, там что-то около сотни, чуть больше сотни они стоят, но в Украине есть интересный вариант такой, такое вот реле, оно без вот этого реле, оно, в принципе, тут как бы и не нужно, можно сразу вместо этого реле выпаять его, и проводки впаять прямо к этому реле, чтобы сразу включалось, тогда вот этих вот клацаний не будет, но я просто не захотел портить реле, может, оно мне еще целое пригодится, вот, и есть такой вариант в украинском интернет-магазине, их тут и собирают, аналог, такое же самое реле, но без вот этого реле, и оно двухканальное, то есть на одно реле, там все то же самое, тоже две кнопки регулировки, можно подключить два, вот таких вот два реле, то есть получается по цене одного мы берем, вот это если кому-то интересно, могу ссылку оставить на, там тоже интернет-магазин украинский, там тоже много таких интересных девайсов делают, похожих на Алиэкспресс, там, вот, тоже можно себе что-то выбрать, вот, ну, как бы, наверное, все сказал, как оно у меня это работает, меня, в принципе, эта работа устраивает, пока у меня нет инвертора, все работает, все греет, довольно-таки надежно, год работы уже, как бы, показал, что это вполне рабочая система, вот эти реле, кстати, они даже и не греются, вот так вот, я их, правда, на пластину металлическую, без радиаторов поставил, вот, они даже не тепленькие, вот, вот это вот, а, еще я забыл сказать, что нагрузку надо подсоединять с каждой ступенькой, большую нагрузку, то есть, если у меня здесь, вот, это вот, что постоянно включено, тут где-то 200, 250, 300 ватт, эту уже надо делать где-то 400, 450, потом эту уже можно намного больше, уже третью можно сделать ватт 800, вот, потом следующую где-то можно киловатт и больше делать, ну, еще одну тоже киловатт, ну, в сумме, чтобы получилось не меньше, чем ваш массив, а то даже можно и больше сделать немного, вот, ну, вот, теперь вроде бы все, я сказал, как оно работает, все очень просто, правильно, конечно, это не совсем правильная система, вот, там есть у многих, Саши Тация Александра, там есть система контроллер, который он разрабатывает, он, по-моему, как ШИМ работает, вот, а более правильная регулировка у него, вот, или Алексей Витерок, там у него есть тоже такой, на базе вот такого, ну, там, правда, не твердотельное реле, оно как бы диммер работает, как регулятор, там оно не называется, даже не твердотельное реле, а как-то по-другому, и там плюс еще схемка для плавного сброса, вот, но там одно реле это для такой мощной электростанции не подойдет, там надо их или больше делать, ну, короче, я до такого еще не додумался, это для меня сложно, вот эти схемы, транзисторы, все такое, вот, вот, я пока что могу, вот, мои способности в электронике, пока что ограничиваются на вот таком вот контроллере, больше я пока что не додумался, как сделать, вот, но я вам скажу, это вполне нормально работает, на активные нагрузки все, вот, то, что у меня есть, оно прекрасно работает, мне нравится, как бы, ну, вполне жизнеспособная схема, вот, имеет право на жизнь, пока у вас не будет инвертора, там, или контроллеров каких-то заводских аккумуляторов, для нагрева, для активных нагрузок, это отличный вариант, я вам скажу, отличный, мне нравится, все работает, вот, выработка достаточно большая за месяц, я же говорю, укладываюсь в норму, которая должна быть для солнечной электростанции 4 киловатта, там есть таблицы, сколько она должна быть вырабатывать, и я вполне весной, летом и осенью укладываюсь вот в это, то, что она должна производить, так что, вот так вот, как бы, если что-то не сказал, задавайте вопросы, что-то, может, забыл, не учел, вот, пишите в комментариях, не стесняйтесь, я всем отвечаю, все, всем пока, до следующих видео.